Приветствую вас! Есть в психологии такое понятие как вытеснение. И если вы, получается, вытесняете воспоминания о выигрышах своих, то в таком случае мне ситуация представляется так, что играете вы не для удовольствия, а для того, чтобы выиграть. Если человек играет для того, чтобы выиграть, то это означает, что он, как правило, хочет чего-то доказать, что-то доказать хочет. И, соответственно, здесь возникает достаточно важный, на мой взгляд, вопрос о том, что конкретно вы хотите доказать, что конкретно вам требуется доказать, чем вы не уверены в себе. Я бы сказал, что в какой-то степени вы себя обесцениваете, как обесцениваете, в принципе, на мой взгляд, и людей вокруг себя, в том числе и, как мне показалось, женщин. Потому что то, как вы их называете, да, все-таки свидетельствует о том, что вы их обесцениваете и сводите взаимоотношения с ними, с женщинами только на, как бы, сексуальную сторону. Вот. А духовная и национальная сфера, мягко говоря, не развита и вы не уделяете того внимания, которого она, на мой взгляд, заслуживает. То же самое касается и здесь, что вы ставите на первом месте результат. Это основной ваш такой ориентир, что самое главное, самое важное – это результат. Вот. Не процесс, а результат. И не важно, нравится вам, например, играть, или нет, но если вы не выигрываете, то это уже плохо. То есть результат здесь определяет действие. Вот. Вследствие этого у вас, на мой взгляд, формируется недоверие себе. Вот. Мне так кажется, что формируется недоверие себе. И, соответственно, вы начинаете потихоньку отрываться от своих чувств, которые у вас, безусловно, имеют место быть. Вот. С всем и связанным. Ваши проблемы. На мой взгляд. Вот. Соответственно, повышать уверенность в себе, вырабатывать безусловное принятие себя и людей вне зависимости от выигрыша и прогресса, выработка к себе более ценностного отношения и к другим людям более ценностного отношения. То есть по факту я говорю о личностном росте и работе с самооценкой. Данные вещи являются основными направлениями работы с вами. Вот. Чтобы вы, ну вот, могли несколько иначе смотреть на то, что происходит. По-другому видеть реальность, с которой сталкиваетесь. Вот. То есть тут дело не в оплазнениях. Обратите внимание, что вы хотите механистически и механически подойти к этому вопросу. К вопросу коррекции вашей проблемы. Но по факту речь идет о противоречиям психологическом. По сути речь идет об определенных конфликтах ваших и о страхах, которые присутствуют. И, соответственно, идея вот в том и заключается, чтобы помочь вам от этих вещей освободиться. Вот. Чтобы стать более свободным. Понятно, что полностью свободным вы, может быть, и не станете. Потому что в какой-то степени это все равно будет продолжать на вас влиять. Но, по крайней мере, ситуация будет куда лучше и проще вам рассматриваться. По поводу того, что вы вытесняете идею о том, что выигрываете, мне кажется, что это некая такая направленность на то, что вы обязательно должны проиграть. То есть, если я во что-то играю, как бы, говорите себе вы, если я во что-то играю, то, соответственно, я обязательно проиграл. По-другому быть не может. И когда я выигрываю, я в это не верю. То, что я выигрываю. Вот. То же самое, кстати, касается и взаимоотношений с женщинами, когда вы не верите, что они, чтобы женщины, хотят, значит, с вами вступить в эти отношения. То есть, грубо говоря, они считают вас привлекательным для себя. Вот. Вы не верите в это. Это не вере, оно не случайно, оно связано с тем, как вы относитесь к себе. Вот. Конечно, не только с этим, да, это связано. Я сказал, что речь здесь и трудность заключается ещё и в том, что вы сводите взаимодействие с противоположным полом только к сексу. Вот. По крайней мере. так выглядит из... так вытекает из вашего текста. Вот. Тогда как взаимоотношения с женщинами это многоплановая и в том числе духовная страна. Вопросы, на которые, ну, желательно обратить внимание. Вот. А в силу того, что вы этого не делаете, то вам отношения с женщинами построить может быть несколько более сложно. Вот. Но даже в таком случае у вас всё получается, да, и всё в общем и целом в порядке. Вот. Это то, что я могу вам ответить. Вот. Я не думаю, честно говоря, что здесь речь идёт о спортивной непосредственно психологии. Я думаю, что речь здесь идёт о вашей личной психологии. И я бы сказал, что речь здесь идёт об отношении вас к тому, что вы делаете, об отношении вашим к тому, чем вы занимаетесь. Вот. И о том, какое значение игре вы придаёте. Вот. Вот. Такой у меня ответ. Я думаю, что как только вы разгрузите эмоционально для себя победу, как только вы понизите значимость победы и, вероятно, в том числе и сексуальный. Вам станет гораздо легче жить. И удовольствие от жизни в целом и от игр и взаимодействия с женщинами, в частности, вы будете получать куда больше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.